Всем привет! В этом видео хочу рассказать о обучающей башне. Те, кто смотрит мои видео, знают, что я давно говорил о том, что нужно готовиться к этому контенту, но, к сожалению, вот даже я, я не ожидал, что башню ведут прямо вот сегодня, то есть в ближайшее время. Я почему-то рассчитывал, что как минимум месяц у нас еще есть на подготовку, но будем исходить из того, что есть. Помимо башни ввели также автопрохождение сюжетного квеста. Что это нам дает? Мы можем без проблем оставлять на автопрохождение квеста дополнительных персонажей. Например, вот добавили того же ДК, мы без проблем просто запускаем его и там через несколько часов приходим, и он там прокачается до какого-то там уровня. Именно на квестах это очень полезно, потому что за квесты нам дают награду, нам дают всякую там бижутерию и очки влияния. Но мы немного отвлеклись. Поговорим о самой башне. Первый поход в башню я рекомендую отложить максимально, насколько этого возможно. Важный момент, что, чтобы не потерять попытку, важно запустить, именно запустить башню до 20, ну, до 00 времени, до того, как день обновится. То есть награду мы сможем забрать на следующий день и повторно запустить. Попытка не потеряется. Важно именно запустить наших твинков. Поговорим о снаряжении. Ну и вообще о условиях. Чтобы пройти башню максимально, нам нужно иметь трех твинов и одного запускающего. Все персонажи должны быть 45 уровня и выше. И запускающий, и те три твинка, которые будут участвовать. Те твины, которые будут участвовать, они должны быть одеты. В идеале, конечно, чтобы основа запускала, основной персонаж, кем вы играете, и три твинка одеты, и чтобы они проходили максимальное количество этажей. На старте, по-моему, это будет 20 всего лишь. А для 20 этажей нам потребуется 9400 БС. Позже я расскажу, почему именно 9400, а не 10 тысяч. Перейдем к снаряжению. Понятно, что чем выше снаряжение, тем больше БСа, тем лучше для ваших твинов. Но будем исходить из экономической точки зрения. То есть выберем наиболее экономичный вариант. Ну и, на мой взгляд, из брони это, наверное, все-таки голдовый грунил. За счет того, что он дешевый, его можно гравировать, и там есть два слота под камней инкрустации. Там, оденем фиолетовые камни, и, я думаю, будет нормально по БСу. Что касается оружия, скорее всего, тоже голдовый грунил. Но есть вероятность, например, если у вас близок 60-й уровень, вы можете пройти квест на наследие и получить бесплатный оранжевый однослот. Оранжевый однослот плюс камень инкрустации будет лучше, чем грунил плюс два камня. Но, если его покупать на рынке, это будет значительно дороже. Поэтому изначально голдовый грунил и переход в однослотовый оранж. Что касается бижутерии, тут все сложно. Есть два варианта. Синяя плюс 8, либо голдовая плюс 0. Я рекомендую все-таки голдовую плюс 0. Хоть это и дороже, но ее можно развивать. Синяя плюс 0, к сожалению, ничего делать в будущем нельзя будет. Ее только продавать, а продавать ее никто не будет покупать. Ну и, скорее всего, вы ее просто разберете и удалите. А с голдовой ее можно точить, ее можно гравировать. Плюс она дает резонанс, бонус неплохой. Ну и в итоге, да, в итоге, конечно, лучше выбрать голдовую. Важные моменты. Помимо вот снаряжения, точки... А, и точить, кстати, снаряжение я рекомендую, ну, наверное, до плюс 20, а там просто подгоняйте по БСу. Но мне кажется, плюс 20, у средних аккаунтов плюс 20 грунила будет достаточно. Но надо еще уточнить будет в самой игре. Помимо снаряжения, важно также не забывать про коллекцию и знания. Сейчас приведу пример. Например, последняя книга в коллекции дает 20 БСа персонажа. Но для башни это мы получаем 60 БСа. То есть, ну, 3 персонажа по 20 БСа. То же самое со знаниями. Если вы открываете знания, и у вас, например, еще не открыто 10 знаний на БС, там, атаку или защиту, то суммарно вы теряете 30 БСа. Ну, для прохождения башни. Поэтому важно закрыть все коллекции. Сейчас с ДК, скорее всего, тоже какую-то новую коллекцию подкинут. Ну и закрыть все знания. Ну и, конечно же, черный дух. Вот у кого черный дух прокачан, тому меньше придется тратить серебра для снаряжения своих твинов. Вернемся к самой механике башни. Один этаж проходится 10 минут. Для прохождения всех этажей, на старте их будет 20, нужно 10 тысяч БСа. За разницу между... Ну вот, если у вас все разные классы участвуют, вам накидывают за каждый класс, за каждый уникальный класс 200 БСа. В итоге вам нужно 9400 БСа плюс вот 600 бонусных, которые вы получите за разные классы. Первое время можно запускать башню, используя основного персонажа. Да, вы не сможете им играть, а если, например, вы с основным персонажем проходите все этажи, то вы не сможете зайти на основу и на любого участника башни 3 часа и 20 минут. Собственно, на этом все. Если что-то непонятно спрашиваете, постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok